Одни из самых популярных продуктов животного происхождения – это молочные продукты и яйца. Даже в вегетарианстве есть направления лакта – молочная, и ова – яичная, позволяющие сторонникам направления включать в рацион данные пищевые группы. Вот только можно ли найти по-настоящему качественные, безопасные и полезные для здоровья яйца, молоко, творог и другие молочные продукты? Вы на канале Дано, и в сегодняшнем выпуске мы готовы рассказать вам о том, как в России обстоят дела с производством молочной продукции и яиц, ответить на вопрос о том, стоит ли гнаться за экологичными продуктами животноводства и на что обращать внимание во время покупки. Яйца. Яйца – это прекрасный питательный продукт, который входит в рацион большинства людей на планете. И многие стремятся употреблять в пищу органические яйца от домашних несушек. На органических фермах в теплое время года куры находятся на свободном выгуле, питаются чистым зерном, при выращивании фермеры не используют элементы ГМО, гормоны и антибиотики. Сегодня вы можете заказать 30 яиц органической фермы примерно за 500 рублей и дороже. Однако купить органик яйца в супермаркете практически невозможно. На полках стоят самые обыкновенные фабричные яйца. И даже если на них написано «эко-яйцо» или «яйцо от деревенской несушки», это ничего не значит. Стоит сказать, что для здоровья фабричные яйца ничем не опаснее органических. По калорийности, белкам, жирам и углеводам все яйца идентичны, да и питательных веществ в них не меньше. Но нарушения встречаются на практике не часто. Вообще, чтобы куры хорошо неслись, их рацион на фабриках разрабатывают настоящие птичьи диетологи. Основу корма составляют пшеница, ячмень, подсолнечный жмых, растительное масло и морская ракушка, как источник минералов. Иногда добавляют также йод, селен и омега-кислоты. Мы дадим вам несколько советов по покупке яиц. Если для вас важно покупать органик-яйца, найдите органическую ферму поблизости и закупайте яйца там. Но не забудьте проверить документы. Помните, что покупая яйца с рук, вы всегда рискуете, так как не знаете, чем болеют куры и каким кормом их кормят. Нам всегда кажется, что яйца у бабушки на рынке лучше, чем в магазине. Но по факту они могут быть более опасными для здоровья. Где больше витаминов? Наибольшее содержание витамина А и витамина В2 в желтке было обнаружено в яйцах куриных категории отборная. Как показало исследование аккредитованной лаборатории, промышленные яйца победили с большим отрывом. Причем в самых дешевых марки каждый день оказалось прямо-таки огромное количество витамина Е. Судя по всему, этим веществом на фабрике обогащают корм, что совсем неплохо. Берите небольшие яйца от молодых несушек с маркировкой С2. Эти маркировки говорят только о размере, но не о качестве яиц. Подвергайте яйца термической обработке или пастеризации. Это снижает риск возможности заражения сальмонеллезом. Сальмонеллез – опасное заболевание, которое ежегодно забирает миллионы жизней. Популярные сегодня яйца пашот – это не просто красивое и вкусное блюдо, но и повышенный риск заражения. Варите яйца не менее 15 минут, прожаривайте до полного приготовления белка и желтка, если не хотите заразиться. Особенно это актуально для маленьких детей. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничиться тремя яйцами в неделю, особенно людям с повышенным холестерином и нарушением липидного обмена. Людям без каких-либо нарушений можно увеличить количество яиц до 5 штук в неделю. Главное – без злоупотреблений. А вот в замене куриных яиц на утиные или перепелиные особого смысла нет. По содержанию питательных веществ они практически равноценны. Существует миф о том, что при употреблении сырых перепелиных яиц нельзя заразиться сальмонеллезом. Это не так. Перепела являются переносчиками заболевания, хоть сами и не болеют. Поэтому употребление в пищу сырых, даже органических яиц, недопустимо. Молочные продукты Найти органические молочные продукты у нас легче, чем мясо, рыбу или яйца, потому что появляется все больше экоферм, где коров содержат в хороших условиях, не ограничивают в движении, а летом обеспечивают им свободный выпас. Сегодня несколько крупных органических ферм находятся в Московской, Калужской и Ярославской областях. Правда, купить такую продукцию можно только в специализированных магазинах или на фермерских рынках. И лишь изредка в крупных супермаркетах вы можете встретить молочку с органик-маркировкой. Чем объективно органическая молочная продукция отличается от неорганической? Во-первых, вкусовыми качествами. Органик-молоко более жирное, насыщенное по вкусу, оно идеально подходит для изготовления сметаны, сливок и сыров. Во-вторых, в производстве запрещено использовать красители, консерванты и загустители. Допустима только пастеризация. В-третьих, на экофермах не используют гормоны роста и профилактические дозы антибиотиков. Питание коров более чистое и натуральное, а значит и химический след в молочной продукции ниже. Молоко экстракласса органическое, сахар, если это йогурты, органические. Если это йогурты с наполнителем, это варенье, которое мы готовим непосредственно перед приготовлением йогуртов. То есть это не замороженные джемы, это не старые законсервированные какие-то варенья. Это процесс готовки. Готовится йогурт, готовится наполнитель. На данный момент в России экофермы должны пройти сертификацию Европейского Союза, либо получить появившийся в 2020 году российский сертификат органик. Инспекторы приезжают с проверкой на ферму дважды в год, проверяют условия проживания коров и берут продукцию на тестирование. Органическая молочка доступна для покупателей, но ее не так много в соотношении с фабричной, и стоит она в 2 или в 3 раза дороже. Во Вкусвеле, например, можно найти сертифицированные органические молочные продукты. Ищите на упаковках эмблему с листком. А вот покупать парное молоко у бабушки на рынке или привозное молоко в цистерне мы вам не рекомендуем. Да, возможно оно и полезнее, и натуральнее, чем молоко из пачек в супермаркете, но вот риск заразиться кишечной инфекцией сразу возрастает в 100 раз. Без преувеличения, доверяйте только проверенным производителям. А что же об употреблении молока говорят врачи и ученые? Мы заглянули на сайты ВОЗ и Роспотребнадзора. Уважаемые организации рекомендуют придерживаться принципа «здоровой тарелки», в которой до 25% дневного рациона могут составлять молоко и молочные продукты. Это примерно 400-500 граммов. Самое главное, что в молоке есть все, что нужно человеку от рождения до старости. Это и белки, причем полноценные, то, что характеризуется незаменимым аминокислотным составом, который поступает только с животной пищей. Это жир, который вкусный человеку, придает приятный вкус, тает. Еще в молоке содержатся и минеральные вещества, без которых жизнь человека невозможна. Конечно, за исключением людей, у которых есть непереносимость лактозы или молочного белка. Молочная продукция – это ценный источник кальция и витаминов А и В. Отдавайте предпочтение качественным нежирным молочным продуктам – натуральным йогуртам, творогу, кефиру и сырам. Избегайте подслащенных напитков и йогуртов с наполнителями и консервантами. Они явно не пойдут на пользу здоровью. Как мы говорили в одном из наших выпусков, кисломолочные продукты – это источник пробиотиков, которые полезны для микрофлоры нашего кишечника. В небольшом количестве их могут позволить себе даже люди с аллергией на молочный сахар лактозу. Но стоит также предупредить вас, что с молочными продуктами, особенно молоком и сырами, стоит быть осторожнее аллергикам. Выдержанные сыры – одни из лидеров по содержанию гистамина – белка, повышающего у аллергиков маркера воспаления. А непереносимостью лактозы и молочного белка страдает около 25% населения планеты. Если вы хотите узнать больше об этом, смотрите наш следующий ролик, посвященный аллергии на молочные продукты. И по традиции несколько советов по выбору молочных продуктов. Ищите на полках магазинов молочные продукты с коротким сроком годности – не более 5-7 дней. Если творог или йогурт могут храниться месяц и более – это знак того, что в него добавили консерванты и сахар. Не покупайте молочные продукты с заменителями молочного жира. Зачастую они сделаны из сухого молока и имеют невысокое качество. Если покупаете молоко на экоферме, попросите сертификаты вакцинации коров и проверьте условия, в которых происходит дойка и производство. Старайтесь употреблять молочные продукты в первые дни производства. Чем дольше они хранятся, тем меньше в них полезных бактерий и тем выше риск порчи. Давайте подведем итоги. Бояться молока и яиц из магазинов не стоит. Крупные производители проходят строгие процедуры контроля и стараются производить вкусные и качественные продукты, чтобы повысить конкурентоспособность своих товаров. Но если у вас есть возможность делать покупки на проверенной экоферме, то обязательно воспользуйтесь ей. Ведь так вы делаете вклад не только в свое здоровье, но и в развитие этичного и экологичного производства. Выбирайте качественное и будьте здоровы! Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова